Добрых вам дней! Какое-то время назад мы выпустили видос по поводу того, что вот я такой, типа, купил себе автомобиль мечты, 911-й, это буквально было, ну, буквально там, ну, 2-3 месяца назад, плюс-минус километр, и там в видосе я говорил, что, типа, вот, знаете ли, есть одна большая проблема, как ты покупаешь 911-й. Не совсем понятно, что потом покупать после него, потому что, ну, вот, как бы, все, ты осуществил свою мечту, у тебя вот та тачка, которую ты всю жизнь хотел, и, как бы, пук с рейнг, вроде бы, и все такое, и вроде бы больше ничего в жизни не нужно, но вот мы снова с вами находимся на видосе, где я такой, типа, купил еще одну машину. Да, на самом деле, тут нужно немножечко пояснить. Вы все в курсе, что я тут где-то как-то что-то периодически такой, типа, кольцо, что-то где-то какой-то автоспорт, где-то что-то как-то кататься и так далее. Вот у меня существует вот моя машина, которая, в смысле, на которой я катаюсь каждый день, типа, 911-й, ну, как каждый день, в смысле, в городе катаюсь. И также у меня существует еще мой гоночный поло, гроза таксистов, который Volkswagen, Polo Sedan, GT, и вот эта вот машина. И, собственно, у тебя, как бы, тачка вот для кайфушек в городе, и у тебя тачка для кайфушек в том, чтобы там на треке где-то что-то как-то показывать, все классно, все замечательно, но при этом вы еще в курсе, что я там какое-то количество даже видосов, по-моему, снимал по этому поводу, что у нас существует картинг. И картинг это абсолютно великолепная история, это просто, блядь, отвал башки и так далее, и все такое. И где-то примерно два года назад я попробовал первый раз спортивный картинг, и как мне тогда показалось, это прям вот просто лучшие спортивные и вообще в целом автомобильные ощущения, которые у меня были в жизни на тот момент. И, собственно, я до сих пор так и считаю. И вот, собственно, сегодня у нас видосик про машину, которую довольно сложно назвать машиной, но это все-таки машина, которую я себе действительно купил, и определенно точно она по эмоциям и по тому, что с ней будет происходить, будет доставлять мне категорически больше удовольствия и автомобильного, в том числе, чем все там 911, любые ламборгини, проще, проще. Потому что если ты хочешь настоящего автомобильного счастья, то тебе нужно знать целых пять букв, точнее всего лишь пять букв, которые называются Rotex. С учетом того, что вы у меня тут все адекватные люди и не в курсе вообще, что такое, там типа спортивная техника, там какие-то картинговые штуковины и прочее, прочее, я буду пытаться объяснить вот тут просто вот на пальцах, просто для обычного нормального здорового человека. Все плюс-минус были в картинг-центрах, ну или по крайней мере видели, что это такое, ну или по крайней мере вы хотя бы себе плюс-минус представляете вообще, как оно должно выглядеть. Если вы вдруг ни разу не катались на картинге, то я вам категорически рекомендую, ну типа взять своих корешей, там подруг, друзей, кого угодно и вот в ближайшее свободное время поехать в ближайший картинг-центр и там просто попытаться выяснить кто из вас быстрее. Потому что картинг это, ну, билет в один конец. Так вот, вы приходите, ну, как бы в картинг-центр, в обычный, который там открытый на парковочке где-нибудь или там в каком-нибудь, там, не знаю, цеху стоит, там, не суть важная, там вот у вас стоят просто вот эти вот обычные прокатные машинки, которые вы садитесь, катаетесь, все клево. Если вспомнить примерно, как выглядит вот эта вот обычная прокатная машинка, то это у нас, типа, обязательно такая херня, такая идет защита вокруг колес, у нас обязательно стоит дуга над креслом, кстати, да, у меня тут еще кресла нет, но это мы сейчас поправим, не переживайте. Так вот, у нас стоит дуга над креслом специальная, у нас там, типа, ремень безопасности обычно какой-нибудь, и она вот, ну, еще в целом такая выглядит, такой, ну, побольше. И это обычный стандартный прокатный картинг, ну, он так называется, типа, обычно там мотора, там, типа, 6-9 лошадей, может быть, где-нибудь в каком-нибудь картинг-центре можно будет откопать какой-нибудь, там, типа, 11-ти сильный или 13-ти сильный мотор, но это уже, как правило, исключение. Обычно прокатные машинки, это, там, типа, 6-9 лошадей, при этом вся вот эта вот конструкция у вас весит примерно 150-170 килограмм, что-то в этом духе. Если мы берем спорты, а это вот уже машины, у которых, типа, нет вот этой вот заградительной штуки, чтобы вы совершенно спокойно могли друг на друга наехать колесом и прочее-прочее, потому что, опять же, ну, типа, в прокатном картинге у тебя все, ну, базово исходят из того, что никто ничего не понимает, никто ничего не умеет, никто не умеет аккуратно выбирать расстояние друг на друга, не наезжать, там, типа, можно толкаться, все такое. Когда ты уже едешь на легких машинах, на быстрых машинах, на открытых картодромах, тут уже, как бы, если ты подъедешь колесом друг к другу, то вы друг на друга наскочите. По мне, машина уже таким образом ездила, и ощущения неприятные. Так и вот, любой спортивный картинг, ну, уже который, вот, типа, на открытых картодромах, который уже плюс-минус нормальный, у тебя нет, во-первых, защиты колес, а во-вторых, у тебя нет дуги сверху, и, соответственно, у тебя нет ремня безопасности. Здесь никогда, ни при каких условиях, то есть даже на самых мощных сериях, там, типа, КЗ-2, это, там, 56 лошадей, абсолютно ебанутая хуйня, типа, там, с коробкой передач, со всей фигней, там нет ремня безопасности. Потому что ты сидишь на стадионном стульчике, который у тебя заканчивается примерно вот здесь, у тебя нет сверху никакой дуги, и если вдруг машина перевернется, а такое бывает, типа, тебе нужно, ну, иметь возможность очень быстро из нее вывалиться каким-нибудь образом. Если у тебя будет ремень безопасности, тебе это, ну, наоборот, только создаст проблем. Поэтому, собственно, в спортах ремней нет. И вот дальше, чтобы объяснить, что это конкретно такое, нужно, с одной стороны, объяснять очень большое количество деталей, с другой стороны, мне их объяснять, типа, откровенно лень, потому что их, ну, довольно сложно объяснить просто так вот через экран. Поэтому, вот представим, что существует мир проката, и существует мир условных спортов. И если прокатные машины, там, вообще, без разницы, что там за производитель, что там за мотор, и что там вообще, оно что из себя представляет, оно все равно без разницы, потому что ты приходишь в конкретный картинг-центр, там, у тебя куча одинаковых машин, и ты вот на этой куче одинаковых машин катаешься, в целом, у тебя никакой разницы нет. то со спортами у тебя существует херово гора различных категорий. И тут не бывает такого, что у тебя вот, ну, какая-то конкретная машина называется каким-то конкретным образом, что, допустим, ты приходишь, у тебя, не знаю, в мире картинга существует Lada Vesta, типа, и вот все на Lada Vesta катаются. Нет, тут такого, ну, оно не совсем так выглядит. Потому что здесь машина состоит из шасси и мотора. И вот конкретно то, что купил я, это ОТК-шная шасси. Что бы это ни значило, Tony Kart. И вот это вот мотор Rotex. Rotex это австрийская штука, если вы видели такую уж технику, которая называется BRP, это типа там моторы для всяких разных снегоходов, водных скутеров и прочее-прочее. Ну, типа, если вы где-то видите вот логотип такой BRP, это значит, что это что-то веселое, очень сильно. И вот тут, собственно, вот как раз-таки от этой компании мотор, это 125 кубов, 32 лошадиных силы. Вот. Что бы это, блядь, не значило. Переводя на наш нормальный какой-то плюс-минус понятный обычному человеку язык, вот это все вместе, вместе со мной, когда я там буду внутри сидеть, оно будет весить примерно 160 килограмм, 32 лошадиных силы, и это типа до сотки 4 секунды, но это на самом деле не сильно важно, потому что вот если посмотреть на всех людей, кто там, типа, доезжает до Rotex когда-нибудь первый раз, там, и снимает какие-нибудь видосики на ютубчике, что вот, я, блядь, на пушке гонки, у меня тут 4 секунды до сотки и так далее, это, ну, как бы, этого, разгон до сотки, это не самое главное ощущение от этого автомобиля. Точнее, наоборот, разгон здесь, он как бы, ну, ты когда-то к нему привыкаешь, ты такой, типа, ну, как бы, ладушки, ничего страшного, потому что самая жопа-то здесь обычно в поворотах, потому что вот как раз-таки в поворот тащить много скорости, и все такое, это довольно сложно, здесь перегрузки туда-сюда, и вот сейчас, собственно, единственное, что остается, нам нужно будет прикрутить сидение, прикрутить дождевую резину, потому что у нас, блядь, сука, дождь, и надо будет потихонечку выезжать первый раз, потому что на самом деле, фактически, это первая моя новая машина из коробки, она реально приходит в коробке, у тебя огромная такая, ну, коробка, вот ты приходишь, ее распаковываешь, и вот, достаешь машину. И нафига я вообще все это сделал, расскажу чуть попозже, потому что сначала нужно, собственно, ну, все докрутить сейчас, поехать немножко, прокатиться, даже жалко, вот он сейчас новый, красивый, не засранный. А наклеечки будут? Наклеечки делаются. Ну, как бы, можно повесить обычный стандартный Tony Card, Tony Card, это производитель конкретно шасси, вот, ну, типа, вот, трубок. Все, что не мотор, все остальное, есть обычные стандартные наклейки, они у нас есть в комплекте, но мы хотим свои, поэтому там сейчас делают срота-ташные наклейки. Сейчас поставим дождевую резину, я же что? Я же первым делом в газон уберусь, там же мокро. Сейчас на новой машине в газон или в гравий, жалко будет, пиздец. Субтитры сделал DimaTorzok Эх, блядь. Значит, это довольно смелое утверждение, что вот это вот, это лучшие автомобильные впечатления, которые у вас могут быть в жизни, в принципе, я как бы, ну, я на серьезном лице это говорю. И вот сейчас вот, наверное, у нас будет довольно длинный душный дубль, но так или иначе я вам сейчас попытаюсь объяснить, вообще, вот, нахера оно нужно? И да, нахера оно нужно? Помимо того, что это все очень весело, потому что, ну, любой автоспорт, вот какой бы вы ни возьмите, он всегда, он очень веселый, в первую очередь. Но у меня, типа, есть две основные задачи, почему я вообще всей этой богодельной занимаюсь. Не только картингом, а в целом, вот, ну, типа, там, на трейке езжу, в каких-то соревнованиях участвую, проще-проще. Первая задача, я хочу научиться водить автомобиль, чтобы иметь больше шансов выжить на дорогах общего пользования, чтобы, ну, как бы, знать, что, если что, вдруг какие-то экстренные ситуации, что делать на высокой скорости, там, туда-сюда, если что, вдруг, опять же, вот, существует ратата, там учиться выживать на дорогах общего пользования. Второе, у меня есть, там, ну, некие спортивные задачи уже, типа, уже прям, вот, ну, для спорта, для достижений, для каких-то галочек, ачивок, там, всего такого, потому что мне нужны ачивки для моей головы, вот, оно надо. И так получилось, что мы посидели, прикинули и так далее, и вот надо ехать, ну, типа, сезон картинга, ротаксового. Я прям очень давно хотел, все, никак не мог выделить время в графике, у нас там были другие задачи, вот, мы сейчас ехали. Тайм-атак вместе с рататой, вот это вот то, что в поисках скорости у нас вот это вот дело существует. Я не знаю, когда выходит этот видос, выйдет он, когда уже все выйдет, или еще там что-то где-то выходит, ну, короче, вот, типа, в этом году мы ехали вот это. И вот в этом году я, наконец-то, поеду, собственно, ротакс, весь сезон. У нас будут зимние гонки, у нас будут весенние, осенние. Но вот, грубо говоря, начиная с ноября, до ноября 2024 года у меня будет примерно 14 гоночных этапов, плюс-минус километр. Что такое ротакс? В чем разница с обычным картингом? Давай, начиная просто по-тупому. Что такое ротакс? Ротакс вообще базовый, это мотор. То есть это не имеет никакого отношения там к шассе, вот, но существует ротакс. Вот, это вот эта вот конкретная херня, 125 кубов, один цилиндр, два такта, 32 силы мощности. В какой-то момент ребята в Австрии придумали этот мотор картинговый, типа, он получился прям, пиздец, классный. Он надежный, веселый, крутится там до ебенячих оборотов, там, до 14, до 16 тысяч, где-то как-то, ну, очень высоко. И сделали прям целый отдельный класс в картинге, который называется Rotex Max, так и называется. Под него сделали специальные шаськи, прочее, прочее, то есть, типа, это прям вот отдельная категория в картинге. Для обычного человека непонятно, в чем вообще отличие. Но, самое важное про картинг, что нужно понимать про него, что это самая простая машина, которая только существует. Вот у тебя существуют 4 колеса, вот у тебя, блядь, стульчик от стадиона, вот у тебя руль, который вот у тебя здесь, вот, ну, вот, рулевое управление, вот у тебя 2 тяги, рулевая рейка, кулак, колесо, все. Спереди никаких ни тормозов, ничего нет, ты просто вот этим делом, типа, сидишь и рулишь. А сзади у тебя, вот, у тебя напрямую ось железная, к ней прикручен мотор, через цепь он это все делает, крутит, у тебя тут же тормозной диск и все. И больше нету нихера, у тебя нет никаких помощников, у тебя нет никакой подвески, у тебя нет вообще ничего, что тебе бы здесь могло бы помочь, хоть как-то в этой жизни. И вот если ты вот этой штукой научишься, неважно, не конкретно Rotex, а вообще в целом, любым другим спортивным картингом, даже просто элементарным каким-нибудь, там, типа, субариком или фаном, у которого 13 лошадей, но уже спортивная рама, если ты вот этим научишься управлять и прям вот, ну, в любых условиях, там, типа, что дождь, жара, зацеп, не зацеп, гонка, не гонка, прочь-прочь, ты уже, ну, как бы, очень сильно поймешь любой автомобиль, потому что базово у тебя все равно, типа, руль, 4 колеса, это любая тачка. И любая тачка намного даже проще, потому что там у тебя есть помощники, там у тебя есть подвеска, там у тебя есть что-то, что тебе может помочь. Здесь нихера. И самое важное, что еще, вот, смотрите, машинка выглядит довольно смешно, что, типа, господи, ну, вот, блядь, типа, уселся вот на этот стульчик, попер и думаешь, что ты, ебать, спортсмен. Но даже если мы не берем вот эту вот пресловутую штуку, что если взять и пересчитать мощность на массу и прочее, прочее, но для сравнения, вот вам, допустим, мощность на массу в Каймане, в спорткаре, блядь, который прям, ну, и вот вам в Ротексе мощность на массу. Самое важное, что у нас вот есть колесики, которые вроде бы смешные, которые вроде бы маленькие, да, все такое, но, опять же, мы берем вес вот этой вот конструкции вместе с пилотом, и оно будет 160 килограмм, берем вот эти вот четыре пятна контакта, которые у тебя есть вот спереди у тебя есть пятно контакта, сзади у тебя есть там пятно контакта и так далее. И представляемо себе автомобиль, у которого на самом деле пятна контакта не то, чтобы пиздец как-то сильно больше, то есть они, да, побольше, но при этом автомобиль в 10 раз больше весит, чем вот эта конструкция. И, соответственно, в повороте ты можешь тащить куда большую скорость, а куда большая скорость, это типа центробежная сила, и это перегрузки в повороте, и это тоже такая, типа, довольно сложная физическая вещь. Как по-тупому объяснить, что такое перегрузки? Вот ты катался, условно говоря, ну, просто по ферсановке, не на спорте, или ты в Ротексе катался? Я Ротекс не осилил, а спорт для меня, на самом деле, пока что предел. Ну, ты катался на Лифане? Да. Но это типа, это не то, чтобы спорт, это просто у тебя 13 сил и спортивная рама? Давай, это пускай будет из-за спорт. Ну, хорошо, ладно, нет, причем, чисто по идее, это уже спортивная рама, это уже, блядь, уже не прокат, давай так. Спасибо. Уже не прокат, уже я хорош. Вот, допустим, возьмем ферсановку, картодром, где мы сейчас находимся. Сука, дрочь, блядь, ебаны. И здесь у нас, если посмотреть на конфигурацию, здесь у нас довольно много таких поворотов, ну вот, на 180 градусов, много разных дуг. И совершенно нормальная история, что в каждом повороте, ну, наверное, если посчитать по ферсановке, то в 11 поворотах вот тут у тебя будет перегрузка боковая 2G, если мы едем, типа, по зацепу, если мы едем в хороших условиях, типа, там, туда-сюда. Что такое перегрузка 2G в сторону? Вот представьте, вы ложитесь на диван, просто у себя дома, легли вот так вот, чтобы у вас голова, типа, торчала с дивана, чтобы голова просто висела в воздухе. Вы себе кладете 5-килограммовый блин на голову и пытаетесь вот так вот, ну, сделать какое-то количество раз. Вопрос, сколько раз у вас получится так сделать? Ну, к примеру, вот если представить, что ты вот лег на диван, положил 5 килограммов блин и такой... Сколько раз так сделаешь? Я пробовал. Так, так. Это очень сложно. Так. Я сделал, ну, раз 15 примерно. Ну, вот. И почему, как бы, нужно класть 5-килограммовый блин? Потому что у тебя, ну, как бы, существует шлем, он весит примерно 1,5 килограмма, там, плюс-минус километра. Плюс сама голова у тебя что-то довесит. И вот, когда ты, типа, подъезжаешь к повороту, 2G, это значит, что, вот, типа, у тебя условно говоря, там, не знаю, сколько голова весит? Килограмм 10? 5? Курцы нет. Неважно. 1G, это вот, ну, сила притяжения, условно говоря, вот то, что ты весишь, там, типа, 70 или 80 килограмм, или сколько ты там весишь, там, вот, сидишь, там, сейчас жрешь, блин, ну, сколько ты там весишь? Вот это вот 1G твой. И в повороте ты начинаешь весить 2G, то есть, там, свои, там, 140 или 160 килограмм в сторону, и, соответственно, у тебя голова, и вот этот шлем, вот это все дело туда тянет, и у тебя в круге, сколько, 11 поворотов, вот. И проблема в том, что перегрузка действует на все тело. Мало того, что у тебя тянет шею, у тебя еще ноги висят, тебе ноги нужно удерживать, у тебя мышцы кора, все внутренние органы, все мышцы, все такая, вся хуйня, вот, все, что в тебе в теле есть, оно у тебя на каждом повороте пытается постоянно съебаться в сторону. И вот этот вот стульчик, он нихера не помогает, потому что он заканчивается у тебя примерно вот здесь. Да, как бы, вот ты когда весь такой спортсмен дохрена, сейчас, я, чтобы вот так вот, 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 ты весь такой защитой едешь, вот, но ты все равно, ты опираешься в защиту, у тебя сверху-то вот эта вся конструкция, которая у тебя есть, плечи, руки, башка, вот это все, оно все тянет в сторону. Это все довольно сложно, и вот в тот момент, когда ты едешь быстро, ну, и начинаешь в какой-то момент ехать быстро, и ты с этим начинаешь справляться, это создает прям, блядь, проблему. И если ты, условно говоря, в жаркий день, там, когда хотя бы, там, не знаю, там, 15-20 градусов, выезжаешь прям по суку, по жаре, вот там, и начинаешь ехать, ты через 15 минут вылезаешь просто нахуй мокрый весь. У тебя просто можно выжимать. А если плюс 30, это просто, ну, все, вообще, садись и выходи. А если мы, допустим, берем гоночный этап, то это сначала, там, типа, 3 дня тренировок, по 5, по 6 выездов, по 10, по 15 минут, потом у тебя еще, там, квалификация, дворочные гонки, финальная гонка, туда-сюда. Ты проводишь очень много времени за рулем, у тебя много тупо физической нагрузки, и плюс еще нужно много думать, потому что тебе нужно понимать, где там какая траектория, туда-сюда, и все нужно очень аккуратно делать, потому что, опять же, напоминаю, у нас тут нету никакой помощи. У нас вот существует две педальки, раз и два, и вот в зависимости от того, как ты с ними работаешь, прям чуть-чуть на тоненького, ты либо остаешься в трассе, либо ты летишь в газон. И это все доли секунды, это все в поворот, это все на нестинках, это пиздец как весело. Надо же понимать, что у вас, ну, вождение автомобиля, неважно, спортивное, обычное, оно состоит, по сути, из трех элементов. Это, ну, как бы, разгон, торможение и поворот. Все, больше у тебя ничего не существует. И с учетом того, что вот то, что я говорил про пятна контакта и про массу, про инерцию, про проще-проще, вот эта машина делает все эти этапы намного быстрее, намного, просто на порядке быстрее, чем кузовной автомобиль любой. Все пилоты профессионально начинают с картинга, все гоночные команды имеют свою картинговую школу. Это потому что, вот, у тебя все, четыре колеса, руль, две педали, все, как бы, епись. Пойдем епиться. Одна стасовья сила. Одна стасовья сила. Короче, новость в этом. Вот, собственно, что. Теперь есть машина, она там сейчас у механиков, но это не суть важна. Поеду ротоксовый сезон. И самое важное, что я вам больше про это ничего рассказывать не буду. Вот. Снимать мы гонки и там что-то такое не будем. Там, во-первых, трансляции существуют. И для особо упоротых, если вы, конечно, хотите посмотреть. Мы вам потом где-нибудь, наверное, в телеграм-канале, либо где-нибудь туда, там, типа, ссылочку отправим. А, во-вторых, я понятия не имею, каким образом вам объяснить вам то, что происходит внутри кабины, внутри карты, когда ты вот прям, типа, едешь, соревнуешься или просто катаешься, тренируешься, потому что пока ты не попробуешь, нет никакого смысла. Мы можем, конечно, там, типа, вот объяснять пример вот на этих, на перегрузках, что там, типа, вот это, там, тело у тебя вот так вот испытывает. Или там, вот у тебя какие-то доли секунды, чтобы среагировать. Или вот там, вы там толпой стартуете, у тебя адреналин, у тебя пульс 150, тебе, типа, жарко, тебе еще при этом нужно оставлять холодную голову, думать и очень точно работать руками и ногами. Бла-бла. Мы-то можем постоянно все объяснять, но это все абсолютно бесполезно, пока вы элементарно не дойдете до ближайшего, там, картинг-центра, такого-нибудь трека или чего-нибудь такого. Я вот один раз дошел, и хер знает, типа, хорошо, это плохо, хорошо, что я дошел когда-то до картинг-центра, или, блядь, сука, нахуй я это сделал, неясно. Потому что автоспорт такая штука, то есть, определенно, точно, типа, если тебя это зацепило, если тебе это понравилось, все, ты будешь, как бы, страдать, убиваться, тратить все свое время, все свои свободные деньги, но будешь гонять. Потому что, ну, как бы, без этого как-то жизнь уже и не та. А по дорогам общего пользования, тем более, абсолютно бесполезная история, потому что после трека ты просто понимаешь, насколько, насколько дети абсолютно все, кто там, что-то там на дорогах пытается там исполнять. И, собственно, все. Через три недельки вот будем в Сочи. Пять дней будем там страдать. Кататься много. Резины сотрем. Напьемся по разу. Все, весь автоспорт. Я не знаю, типа, стоит ли вообще каким-то образом освещать, там, типа, гоночки. Именно даже в Телеграм-канале я, наверное, там голосовалочку туда закину, если там народ скажет, что да, хорошо, давай, объясняй нам эти душные штуки, что это такое, там, типа, квалификации, сплит-заезды, настройки разные машины, разная резина, там, туда-сюда, вот это все. Ну, как бы, если надо бы, в Телеграм-канале пообъясняю. А на основном канале мы, наверное, особо ничего рассказывать не будем. Может быть, потом по итогу, если мы еще в Рототе, там, типа, придумаем одну херню, и если мы совсем ебнемся и еще там это, там, может быть, чем-то вам расскажу. Но, опять же, моя категорическая рекомендация вам, это, во-первых, сходить в Рототу и просто понять, что такое автомобиль, что он имеет, что он может, что он не может, что вы можете. И просто, ну, повысить каким-то образом свои шансы на выживание на дорогах общего пользования. Второе. Дойти до картинга. Какой-нибудь тусовкой друзей, подруг, не суть важно, если что, вы там в картинг-центре найдете таких же ебанутых. Может быть, там гоночки у них проходят, узнайте. Потому что, скорее всего, в любом картинг-центре проходят периодически гоночки. И что нужно, чтобы туда попасть? Скорее всего, нужно доехать до клубных прав, а доехать до клубных прав это уже не самая простая задача. Вот, доезжайте до клубных, потом, может быть, какие-то гоночки, и вот, хоп-хоп-хоп, и, может быть, на каком-нибудь картодроме мы с вами и увидимся. Вот. Но, определенно, точно мы с вами увидимся еще в следующем видосике. А тут я перед вами откланяюсь. Тем более, у нас уже света нету ни хера, а мы еще поедем чуть-чуть катнем. Уже когда темно, а еще у меня визор темный, я не вижу ни херища вообще. Еду по приборам. Которых там что? Верно? Нет. Потому что там четыре колеса, руль. И все. Пока.